И про россиян втекачи, веки текают до Казахстана. Зараз поговорим с Димашем Альжановым, политологом с Казахстаном. Он с нами на прямом связку. Я для удобства гостя буду говорить по-русски. Приветствую вас. Добрый день. Казахстан упростил процедуру выдачи идентификационных номеров для россиян. Документ требуется для пользования рядом услуг. Известно ли, как много людей уже приехали в Казахстан из России и готовы ли принимать их и дальше в вашей стране? Вы знаете, последняя информация, которая была предоставлена официальными органами Казахстана, со дня мобилизации в Казахстан приехало около 100 тысяч россиян. И процесс прибытия продолжается. И как вы уже заметили, в Казахстане процедуры сейчас упрощены для обретения идентификационных номеров. И в последние дни центры, куда россияне приходят, они были заполнены во многих городах Казахстана. Казахстан и Россия рассматривают вероятность открытия зеленого коридора. А зачем это РФ, которые, по сути, нужны же люди мобилизированные, а в итоге они им помогают избежать мобилизацию? Настя Александровна, зеленые коридоры необходимы для того, чтобы товарооборот шел беспрепятственно. И граждане Казахстана, которые находятся за пределами на территории России, могли без очереди попасть на территорию Казахстана. Поскольку большие пробки и очереди сейчас образовались на многих пропускных пунктах между Россией и Казахстаном. Что же касается непосредственно мобилизационного потенциала со стороны России, то, на мой взгляд, сейчас, по последней информации, только в Астрахани развернули на пропускном пункте сразу пункт мобилизации. На других пунктах пока подобной практики нет. И, насколько я понимаю, Россия еще позволяет, держит границы открытыми, позволяет достаточно большому количеству мужского населения покинуть страны. Возможно, это связано также с тем, что мобилизационный потенциал в России, внутри страны, позволяет им отпустить часть населения. Вы знаете, по последним данным, около четверти миллиона только мужского населения покинуло Россию. Еще остается достаточно большое количество менее мобильных в социальном положении граждан. А как воспринимает Россия? Самая разная реакция. Давайте начнем с того, что экономическая ситуация в Казахстане, она складывается не лучшим образом с начала войны. Также в Казахстане все еще присутствуют протестные настроения, которые продолжаются с января месяца после подавленных протестов. Я напомню, тогда президент Токаев позвал на помощь российские войска. Это, естественно, идет негативным фоном на текущий момент. И война в Украине, естественно, и преступления российской армии в Украине. Они создают в целом негативный фон. Если поначалу в первые дни социальные сети реагировали достаточно умеренно, то сейчас негативный тон доминирует. Мы, как никто, знаем нарратив, который очень любят в Кремле и в РФ. Это там, где русские, там россияне, там русский мир. И заканчивается это все тем, что, как бы это абсурдно ни звучало, они говорят о том, что чужая территория, чужая земля оказывается исконно русская. Не побаивается ли Казахстан и понимают ли в Казахстане вообще угрозу, которая, возможно, не сейчас взорвется со временем. И вот скопление россиян в одной стране может привести и к этому, к угрозе целостности любой страны, куда они бегут. Вы знаете, сильные опасения были в начале года, в январе, еще раз говорю, когда президент Казахстана сам позвал российские войска, чтобы удержаться у власти. Сейчас, когда основная часть россиян, она бежит от войны, бежит от мобилизации, в этом отношении она представляет меньшую угрозу. Естественно, вопрос национальной безопасности и рисков, которые связаны с людьми, прибывающими в большом количестве россиян, остается. Но в данной ситуации большая угроза может исходить от возможных экономических последствий, неспособности правительства Казахстана справиться с потоком прибывающих граждан. Потому что сильное давление на рынок арендного жилья, сильное давление на рынок труда. И если экономическая ситуация будет резко ухудшаться внутри страны, и, как я уже сказал, на фоне роста протестных настроений и недовольства самим президентом внутри страны, это может быть причиной протестов как раз-таки на фоне предстоящих досрочных выборов, которые состоятся 20 ноября в Казахстане. Опять же, досрочные выборы. А возможно ли угроза, что... Никто же не знает, среди этих людей могут быть... Или не совсем, как бы сказать, бегущие от мобилизации, это могут быть люди, которые готовят и провокации, и манипуляции на выборах. Вы знаете, у нас большая проблема, в первую очередь, действующий в стране авторитарный режим. И та практика фальсификации, выборов и подавления протестов и инакомыслия внутри страны. Большое количество россиян, конечно, все это может осложнить. Но, с другой стороны, мы как бы должны отличать все эти вещи, разделять их точнее. Сейчас, несмотря на то, что трудно, Казахстан все еще предоставляет возможность россиянам избежать мобилизации. Возможно, это не самое плохое решение, потому что люди с оружием и стреляющие в украинские солдаты, или в украинские граждане, это тоже плохое решение. Пусть даже и не обученные, но в большом количестве. Ситуация, да, действительно может выйти из-под контроля, поскольку сейчас, когда нет возможности как-то влиять на политический процесс, и нет альтернативной кандидатуры на выборах, выборы тотально контролируются и фальсифицируются, то одна проблема на другую может наложиться в этом отношении. Нисколько со стороны россиян, которые могут помогать режиму Путина, простите, Токаева, сколько само неудовлетворительное отношение граждан Казахстана к происходящему внутри страны. Один из телекоммуникационных операторов отключил 15 российских телеканалов из своих пакетов, объяснили предпочтениями аудитории. Это действительно ли так? И как настроен Казахстан в отношении, вы уже упомянули немного подробнее, как в отношении войны в Украине, как влияет российская пропаганда? Российская пропаганда, конечно, все еще присутствует в Казахстане. И, несмотря на то, что один из операторов, провайдеров, это Билайн, отключил из своей сети вещания российские каналы, аргументировав в том, что это запрос аудитории. Но потом, в последующем, через день, эта информация была дополнена о том, что отключаются и международные новостные каналы, как Euronews, CNN и другие. Пока этому примеру другие провайдеры не последователи, сама тенденция не очень радует, поскольку люди просили отключить, исключительно российские каналы и не трогать новостные каналы международного уровня. И также стоял вопрос о том, чтобы в целом в Казахстане было лучше со свободой слова. Отключит ли правительство Казахстана? Я не думаю, поскольку последние заявления с его стороны были достаточно аккуратны. И, к сожалению, ни президенту Казахстана, ни правительство не могут действовать в этом отношении решительно и полностью убрать российский канал из сетки вещания. А почему люди просили? Ну, люди понимают, что здесь же не вопрос свободы слова. То есть российская пропаганда – это пропаганда войны и насилия. Это пропаганда лживой информации, поэтому она негативно влияет и на общество внутри страны. Она поляризует общество. Если вы помните то, как российские каналы поляризовали украинское общество до начала полномасштабной войны, еще несколько лет назад. Поэтому здесь есть четкое понимание негативного влияния российских каналов. И, с другой стороны, чем дольше Казахстан находится в информационном пространстве России, тем больше у режима Путина возможности влиять и на повестку внутри Казахстана. Спасибо вам за разговор, что нашли время, присоединились к нам. До новых с вами встреч в эфире. Это был Димаш Альжанов, политолог с Казахстаном.